МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генерал поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников и обеспечить их медицинскими масками, чтобы не допустить заражения коронавирусом среди новобранцев. При этом увольнение военнослужащих будет проходить раздельно с набором призывников, и между собой они пересекаться не должны. Всех новоприбывших поместят на двухнедельный карантин. Их питание и обучение организуют отдельно от остального личного состава воинских частей. Еще 8 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области. Общее количество инфицированных COVID-19 в регионе составляет 93 человека. Новые случаи подтверждены у 4 жителей Екатеринбурга, 1 жителя Верхней Пышмы, 2 жителей Полевского, 1 жителя Ачита. По данным информагентств, в Ачите заболел врач Красноуфимской городской больницы. Новые диагнозы подтверждены первично в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области. На данный момент 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них двое на аппарате искусственной вентиляции легких. 16 в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. За минувшие сутки выздоровевших не добавилось. Свердловские медики пока поставили на ноги 37 человек. Около 10 тысяч человек обратились на горячие линии, созданные для одиноко проживающих пожилых свадловчан. Это люди, которым в условиях самоизоляции сегодня требуется помощь. Почти половина звонивших обращается за консультациями. Но кому-то ведь и нужно сходить в магазин, в аптеку или вынести мусор. В таких случаях плечо нуждающимся подставляют волонтеры и соцработники. За период введения ограничений они отработали более 4,5 тысяч заявок. Телефон горячей линии волонтеров Екатеринбурга 8 800 234 11. В июле в Екатеринбурге должна была пройти международная промышленная выставка Иннопром. Но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на будущий год. Однако со всем, что готовилось к лету, можно будет ознакомиться уже с завтрашнего дня. Организаторы мероприятия решили перевести его в онлайн-формат. На интернет-площадке пройдут различные лекции и сессии. В режиме реального времени спикеры будут обсуждать актуальные темы и вызовы, которые встали перед промышленностью. В числе экспертов руководители российских и международных компаний, а также представители органов федеральной и региональной власти. Как отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, Иннопром – главная коммуникационная площадка для промышленности. И в сегодняшних условиях она должна начать работу прямо сейчас. Выставка онлайн придет каждому, чтобы объединить профессиональную аудиторию в ситуации необходимой разобщенности, мобилизовать ресурсы самым эффективным образом. Субтитры создавал DimaTorzok